В суде подводят итог осеннего призыва. На скамье уклонист. Александр Дроздов 8 лет назад очень хотел служить в армии, но попал под острочку. В октябре этого года вновь получил повестку. На ней написал, служить не желаю, готов понести наказание. Ну, во-первых, у меня есть ребенок. Во-вторых, я сейчас поднимаю свое дело. Если я его брошу и оставлю, то уже никто его не поднимет. А вот еще один уклонист на допросе в Следственном комитете. Прячет лицо от камеры и просит не называть фамилию. Студент ЛГТУ был отчислен за неуспеваемость. Попал под призыв. Отношение к учебе резко поменялось. В данный момент, считаю, нужно получить образование и найти работу. Следователь читает явку с повинной студента-уклониста. Однако теперь ничто не поможет Алексею избежать уголовной ответственности. Ни письменные раскаяния, ни клятвы отдать долг Родине. В последующем, возможно, не исключает того факта, что будет проходить военную службу. На настоящий момент, повторюсь, его действия, связанные с непрохождением военной службы, являются умышленными. Осенний сезон охоты на уклонистов почти закончен. Десять молодых липчан найдены благодаря ночным рейдам. Но еще ищут 150 человек и не для отправки в армию, в суд. С этого года на помощь военкомам пришли пенсионный фонд и ГИБДД. Вот здесь ни один человек побывал у меня. Когда помогите изменить статью, помогите, к сожалению, вряд ли кто поможет. Биография Александра Дроздова с сегодняшнего дня изменилась до неузнаваемости. В нее навсегда вписана строка «Судим». А сидел или нет, уже никого не волнует. Дроздова Александра Сергеевича, признать виновным в совершении преступления, предусмотрим участие в первой статье 328-го уголовного кодекса 30-го федерального назначения ему наказания в виде штрафа 30 тысяч рублей. Но не штраф и не обвинительный приговор расстроили 25-летнего уклониста. Его судимость будет погашена через год. И тогда он вполне еще может успеть отдать долг родине. Майя Евглевская, Вадим Капанчук, Тимофей Астахов. ТВК. Новости. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...